и начинаем добрый вечер я рада что у нас много и рада что у нас будет веселое чайпитие а пока давайте порадуемся за наших златоустовских друзей город Златоустов расположен в Челябинской области в нем проживает 110 тысяч человек и судя по всему простота нравов в сфере ЖКФ стоит необыкновенной тем не менее там нашлись активисты которые решили что пожалуй надо беречь свой карман они его зашили и обратились в Челябинский областной суд с исковым заявлением и требовали чтобы постановление государственного там у них есть такого тарифного органа государственный комитет единый тарифный орган Челябинской области об установлении норматив потребления услуг по отоплению в жилых и нежилых помещениях златоустовского городского округа признать недействующим суд внимательно рассмотрел дело ознакомился с доказательствами сторон и признал требования заявителей обоснованными в чем существо дела ну вы знаете что мы тепло считаем есть два метода подсчета для определения тарифа это метод расчетный и метод аналогов и всюду применяется расчетный метод потому что как неоднократно говорили наши специалисты он дает предприятиям производящим тепло огромные возможности и управляйкам для обсчета населения ну вот товарищи решили что пожалуй пора это прекратить и обратились как я уже говорила в суд указав что ни о каком расчетном методе речи быть не может а нужно рассчитывать тепло норматив по теплу исходя из метода аналога то есть на основании сравнения показателей домов одинаковых домов или аналогичных домов ну скажем что метод аналогов применяется при наличии сведений полученных в результате измерения объема потребления коммунальных услуг приборами учета установленных в многоквартирных домах с аналогичными конструктивными техническими параметрами степени благоустройства и климатическими условиями а количество измерений должно отвечать условиям представительности выборки но не боже упаси никто этого не делает очень удобно иначе и вот когда исты заявители это у нас заявители вот обрати потребовали представить доказательства того что метод применен в соответствии с законом вот оказалось что у товарищей ничего похожего нет что тут пишет суд в своем большом решении ну например допустимых и достоверных доказательств невозможности применения метода аналогов при утверждении нормативов потребления отопления суду не представлено ну товарищи застали очевидно врасплох каким образом они работали с судом суд отмечает какую особенность например сейчас я вам найду очень интересный а из отзыва министерства тарифного регуляции ну вот представьте себе вот велик город Гуни на Челябинской области министерство всем человек надо что подсчитать всю область вместе с городами и со всеми этими самыми овцами министерство у них тарифного регулирования значит следует что для реализации возможности расчета нормативов по отоплению методом аналогов значит этот государственный комитет запрашивал необходимые сведения о типах жилых домов в годах постройки, этажности, площадях, материалах и тепловой нагрузке в администрации Златоустовского городского округа но не на тех, на пароле в полученном ответе отсутствовали сведения о показателях коллективных приборов учета что же у меня? ну наглые какие тепловой энергии в связи с чем по причине ограниченности сроков принятия норматива государственный этот комитет принял решение о применении отопления по расчетному методу ну времени не очень торопились так вот эти ничего не дали ну это хорошо оплатить то будет вот этот вот у которого карман как известно отсюда как до черного моря ну вот и все при формировании норматива отмечает суд не были сделаны запросы в управляющей организации о наличии приборов учета ну немая ну немая а также возможного проведения предварительного выбора по каждому типу многоквартирного дома с аналогичными конструктивными и технологическими параметрами то есть то что приписывает закон даже не запрашивалось это суд пишет этим комитетом не предприняты необходимые меры для установления факта отсутствия или недостаточности данных приборного учета потребления отопления в домах отвечающих условиям представительности выборки для проведения необходимых измерений не осуществлены в полном объеме и в установленной последовательности действия предусмотрены разделом 5 правило номер 36 306 ну никто ничего не делал но за зарплатой регулярно два раза в месяц аванс и заработной они все становились в очередь в кассе этого министерства и министерство я думаю было не где-нибудь на тяговой печи поддува на златоустовском комбинате этом металлургическом а в прекрасном городе челябинске там пальмы на этажах кондиционер буфет все как надо правильно а эти там у печах итак как следует из протокола заседания экспертного совета вы не думаете что у них нет экспертов по тарифной политике челябинской области том дело 2 вот они уже набрали 7 томов дел на котором это государственный комитет называется замечательно сокращение аббревиатуры замечательно ЕТОЧО ну это единая тарифная организация челябинской области извините извините друзья из челябинска было рекомендовано установить нормативы потребления в златоусте значит в размере равном средневзвешенной величине новых нормативов ну есть такая методика по которой значит потому что там чуть больше здесь чуть меньше делается средневзвешенной вот рассчитанных на многоквартирные дома различной этажности на указанном заседании помимо приглашенных лиц присутствовало 7 членов экспертного совета это делает им честь они молчали интересную тряпочку или что они там делали и вот что интересно экспертный совет по тарифной политике в челябинской области создан постановлением губернатора также утвердившим его состав который действует через редакции там существует с 12 года и составляет 18 человек этими постановлениями губернатора значит также утверждено положение в экспертном совете согласно пункту 11 у которого заседание совета правомочно если на нем присутствует не менее 50 процентов его состава ну 7 человек никак не тянет на 9 как их там не растягивали таким образом экспертное заключение по расчету нормативов да было принято неправомочным составом к чему я вам это читаю да очень просто это решение представляет собой схему исковых требований любого в нашей стране тут просто судом в обратном порядке расписано что должно быть то есть надо проверить есть экспертный совет или нет как называется вот это е то чё в твоей области когда оно заседало что оно приняло номер постановления это есть на основании чего а потом вот смотреть обонуживаются очень интересные сведения указанное экспертное заключение отсылает к формуле расчет нормативов в главе четвертой никак не будет это прямо толстой к формулам номер 18, 19 и 20 правил номер 306 и не содержит конкретных величин использованных в этих формулах то есть просто есть ссылка на формулу а что составляет это вообще просто забыли эксперты о вы чё нам бы таких выводы о невозможности применения метода аналогов на документов и соответствующих расчетах не обоснованно ну вот суд находит постановление этого самого ГК и е то чё подлежащим признанию недействующим как принятое с нарушением требований федерального законодательства в связи с необоснованным применением расчетного метода для установления оспариваемых нормативов ну и определяет момент суд с какого надо деньги вертать потому что она же пересчитывается ну признать может признать его полностью или не действую счастье со дня вступления решения в законную силу это самая больная проблема наших споров ты выигрываешь ты требуешь чтобы считали недействительным с момента принятия то есть осветной пересчет должен делаться с момента когда его рассчитали и приняли а суд тебе выносит решение обычно что да неправильно но считать значит вступить недействующим его полностью допустим с момента вступления решения суда в силу то есть они те деньги остаются приняты вот имеет право нет дело в том что в законе это написано в законе есть два варианта на самом деле их четыре то есть признать полностью недействующим с момента принятия признать частично недействующим какие-то вещи справедливость а потом принять полностью с момента вступления решения в законную силу или частично то есть 4 варианта в законную силу оно вступает вообще-то после апелляционной инстанции вот сообщение принятия решения по делу должно быть опубликовано в течение одного месяца в официальном печатном издании органа госвласти. Ну вот так вот. Подлежит оплате государственной послуны могучая 300 рублей. Страшные деньги. Для физических лиц. То есть они эту самую конторку накрыли на миллионы, а сами заплатили 300 рублей. Что как-то должно радовать все-таки. Но почему? Это жители, физические лица заплатили госпошлину 300 рублей. А перерасчеты будут очень крупные. Ну и тут суда у нас путаются все время. Они поделили эти 300 рублей на трех заявителей по 100 рублей. В Москве считают иначе. Каждый подал, каждый платит 300 рублей. Да. Это так и осталось. Каждый суд у нас... Хотя в Москве правильно поступают. Каждый заявитель свободен и волен, и он государственным послуным. Им же занимается суд. Каждым. Хотя их 13. Значит, 13 раз по 300. Так что вот так административное исковое заявление товарищей вод удовлетворить. Признать противоречащим и возложить на Министерство по тарифному регулированию энергетики обязанности публиковать это все в течение одного месяца. и взыскать, значит, с Министерства в пользу пошлину. По 100 рублей каждому возвращают эту пошлину. Вот. Ну вот. Такое вот дело. Это говорит о том, что нет бесполезных телодвижений. Даже в области тепла, которую, как вы знаете, это золотая кормушка вообще, но тем не менее главное с учетом единообразия судебных решений, которые являются у нас сам по себе законом, любимый рассказ про то, что невозможно аналоговым методом, потому что невозможно, а давайте считать расчетным, где куча коэффициентов делает все бриллиантовым, вот они опровергаются. Совершенно такое, я бы сказала, гладкое очень дело. Вот этого не пристанно, это не сделано, это не рассчитано, следовательно, признать не песню. И я очень рада. Вот у нас такое есть в частности решение. А то выиграют, ничего не присылают. Да. Ну, у нас же есть сайт большой суд, он называется, точка ру, да. Ну, дело, пишите дело номер и будет легко, вы найдете. Дело номер 3А, дефис 58, дробь 2017. Дело, решение 23 марта 2017 года, марта, Челябинского областного суда, в составе председательщего судей Кучина. Это первая инстанция, потому что это областное решение этого комитета. Судья Кучин, М.И. и все. Ну, и прокурор тут был. Она, Никитина. Вот, найдете. Оно наверняка уже опубликовано. Оно есть и в обзоре судебной практики, в смысле, в суд.ру. И ясно совершенно, что на сайте Челябинского областного суда оно вывешено. Все. Теперь мы будем знакомиться с опытом работы представителя совета дома нашего шаговца, отважного стародубцева Валентина Николаевича. Давайте, Валентина Николаевича. Спасибо. Валентина Николаевича. Добрый день. Спасибо за возможность отказаться про свой достаточно богатый опыт в сценах шага. Я надеюсь, что он будет полезен. Значит, для всех, кто сейчас все это смотрит и читает. Значит, меня зовут... Сейчас нормально. Меня зовут стародубцев Валентин Николаевич. Значит, я председатель совета дома с 2012 года в Москве, ЦАО, Мещанский район, Средняя Переславская, дом 2. Значит, ну, хотел бы сначала рассказать, в общем, откуда все появилось. Это большинство людей, значит, откуда мне мотивация взялась, да, она весьма, может быть, странная, да, мне кажется. Кто-то что-то увидел, квартиру купил, я знаю, там, хочет наладить в доме порядок. У меня было все по-другому. Очень давно, 10 лет назад, я пришел домой, к себе, не домой, она в подъезд, увидел труп просто в мешке. Там милиция, майор, вот, и как-то глаза открылись, мне стало ужасно. Человек просто умер от передоза. У нас там много в доме чего существует. Я внезапно все увидел. Значит, что у нас за дом, где мы живем, у нас дом в 70-80-е годы был нормальный, хороший. Люди дружили, все было нормально. И вдруг резко изменилось, это вот 2007 год. Значит, на меня это сильно подействовало, психологически. Я там несколько дней не спал, просто я живу. И потом, что делать? Вот. Что можно делать? Отсюда вот возникло потом, значит, какие-то действия, они начинались, продолжались. Значит, в 10-м году, значит, у нас была создана инициативная группа, и мы узнали, что у нас должен быть текущий ремонт. Ну, немножко попозже, значит, я вот решил, потом, какая цель. Как эта цель понятна, что сделать лучше, чтобы дом бы хорошо было, чтобы вернуть, предыдущий на то, что было в 70-х, в 70-х годах в наших домах, вот эта обстановка, в том числе, душевная обстановка в доме. Для этого, ну, душевная обстановка в грязных домах быть не может. Это понятно. Нужно вводить порядок, что-то делать. Вот здесь у нас сначала была инициативная группа, активная работа, началась где-то в 11-м году. Потом появился закон, совет дома. Мы долго выбирали совет дома. Мы проводили общее собрание дома, очно-заочное, вот именно так, как здесь все говорилось, все делать правильно. Выборы были непростые. Люди не понимали, что к чему, если бы не два человека, которые все бы это мне помогали делать, там очень такие хорошие были действительно душевные, значит, они как раз все это сделали. В одном подъезде я знал, у нас дома из трех подъездах, они вот в двух подъездах добили до конца. Это была тяжелейшая работа. Многие здесь присутствующие, здесь, наверное, догадываются, как это делается. Большинство людей, они, ну, так это ведут. Значит, после этого, значит, что я делал? Ну, должен быть что? План. Писал план, значит, тоже люди не понимали, да, какая разница, делайте, начинайте делать. Нет, нужно написать план, чем я занялся неделю на две. Написал план работы большой и коротенький. Значит, кто хотел, жители об этом знали, они об этом знакомились. С тем, чтобы не упускать, почему идешь. Значит, основные задачи в плане, значит, вот здесь, ну, в плане там было много, а здесь я расскажу только о некоторых вещах основных. Первое, значит, это организация проведения капремонта в доме. Это 2012 год, как-то еще ничего не было. Вторая задача, это составление принятия ОСС подключения в свое взаимовыжедного договора, нестандартного, который предлагается обычно. Третье, это урегулирование пролюбомость перед топом. В октябре, в ноябре, в октябре, в сентябре, в марте, апреле, обычно очень жарко, в большинстве квартир, не везде, но в большинстве. И проведение качества текущего ремонта подъеда в 16-м году, потому что в 11-м году он был сделан ужасно. Вот 4 основные задачи. Значит, как они делались? Стараюсь сказать. Ну, с капремонтом, значит, дом 73-го года, хочу сказать, ремонта не было на тот момент более 40 лет. Значит, у меня был, состоялся разговор с фуером, дом достаточно длительный, порядка полутора часов, значит, продолжаться по наличной встрече. Как ни странно, он был эффективен. В общем-то, в доме помогли собрать деньги на облицовку. И видно была поддержка. Но проблема в том, что мы делали это поздно. Собрали МОСС, проголосовали, там было нужное количество людей. Пришло о 5% финансирования. Значит, не успели. Программу отменили. Единственное, что осталось от части денег фуера, значит, который он выделил, целевым образом наш дом, нам сделали крышу и ремонт подвала и замену ГОСО, значит, ГВС, ГВС, это в подвале. Хотя, работая, я не принимал. Так ничего не получилось. Это город все делал. Значит, ну, почему, в общем, короче, ничего не получилось. Сейчас вопрос по-другому стоит. Почему так все произошло? Ну, нужно было принимать решение раньше. Нужно было суетиться. Мне об этом говорили. Мы просто протянули жителей. Поэтому, в общем-то, ну, безразличие, пассивность жителей, а что будет, страхи разные, и прочее, и прочее. Поэтому, ничего не получилось. Это скап ремонта. Сейчас вопрос совершенно по-другому. Значит, ну, вот я уже сказал, вот этот капремон был, крыша, подвал, отопление, водоснабжение было сделано, но акты, как я не просил, что сколько же дома это стоило, конечный, мне так и не дали. Значит, сейчас в подвале сделали хорошо, крыша хорошо, но очень актуальны стоят вопросы в доме. Это ГВС, ГВС, ЦО и электрика в доме, которые очень изношены сейчас. Что делать? Ну, насчет электрики сейчас коснусь, что там произошло на самом деле. Ну, вот идеально, как фонд ФКР, там все расписано, значит, что-то нужно делать. Это скажусь. Так, Что выяснилось интересно в процессе переписки, мы начали сразу с реализацией, выяснилось, очень интересный момент, что у нас в доме электрическая система оказывается полностью была в 2008 году отремонтирована. И она новая. В связи с этим это было по данным реестра городского. Значит, по данным жилищника у них все было нормально. Валентин, да ты что? Все у нас нормально. И на основе того, что оно отремонтировано, у нас ремонт электрической системы сильно изношенный. Был перенесен на 1941-1944 год. При этом все власти говорят, делают большие глаза, конечно, вы можете перенести все. Пронесите собрание, все будет хорошо. А кто отвечать-то будет за эти вещи? Это что, ошибка, либо специально это все сделано. Здесь решение непонятно. Что делать? Ищите эту компанию сами, обращайтесь в суд и друг на другом пальцем показывают все организации, префектуры, управы, жилищники, мужи инспекторы. Мы ни при чем совершенно. Все, сами ищите, сами чем хотите заниматься. То есть, вот проблема. У кого есть, короче, сейчас кто меня смотрит, видит, есть какой-то опыт здесь положительный и как-то может оценить судебную перспективу этого дела, я бы с удовольствием это услышал. То есть, обращался раньше, вот пожалуйста. В доме висит эта проблема. так, ну, потом, значит, по поводу спецсчета, вот, вот, истории спецсчета. я пытался сделать дом на спецсчет, к сожалению, это не получилось. Значит, дом я сейчас в общем котле по той же самой причине, что люди боялись, не знают, что делать и что так далее. Значит, и лучше пускай так, кажется, может как-нибудь нас там все сделают. Мы, в общем, такая психология советская осталась у людей. Значит, сейчас, я не буду касаться глубоко этого вопроса, сейчас люди наоборот, как бы, проснулись и говорят, Валентин, а неплохо было бы сейчас снова на спецсчет вернуться. Такой вопрос. Ну, здесь в рассылке это будет, я не буду касаться из маленького времени, что по этому поводу можно сделать. Так не все просто, особенно с учетом новых сериалей по поводу закона о пятиэтажках. Тут появились очень большие. В общем, посмотрите, здесь тоже вопрос. Дальше. Следующий момент это договор управления. Договор управления, ну, понятно, что это имеет большое значение для дома. Он должен быть, значит, каждый человек должен его прочитать, как минимум, осознать, что там, чтобы он понимал, не просто так, Валентин, мы тебе доверяем, ты нам расскажешь, все нормально. Нет, так не пойдет. Каждый человек должен прочитать и подписать его осознанно. Много ли с 2012 по 2015 год на основе опыта различных домов, значит, я, в общем, пытался найти разные договора, что-то писать, ну, разговоров жилищников до 2015 года так не дошло. Причины были разные, очень интересные. Отсутствие юриста в жилищнике, вообще юриста не было, можно сказать, и ГБУ жилищник, сильный занят из юриста другими делами, постоянно занят в любой момент, в общем-то. и самое главное, это очень частая смена руководства в нашей управляющей компании. Кто-то начал все, раз ушел, разговаривает некто, я ничего не знаю, все заново. Ну, и плюс они предлагали, говорят, что вам надо, берите стандартный договор, да и подписывайтесь, да, и все будет вам хорошо. Вот такие были разговоры. Работа, тем не менее, началась над этим новым договором, в том числе, за счет определенной помощи, хотя там она была не очень большая, МАЦ, это был такой московский аналитический центр, в основном это были бывшие сотрудники префекту и управ, которые там, вроде бы, как помогали жители, это было так называемое досудебное урегулирование проблем. Значит, значит, этот МАЦ вызвал всех сотрудников, и мы два раза пытались с ними что-то делать, то есть до конца довести все-таки звучание договора. Что-то удалось, а именно, значит, они признали, значит, электрическая система находится в неудовлетворительном состоянии, это был факт, и мы почти закончили с ними все приложения по дому, приложение 1, 2 и прочее, вот это все было сделано. Что касается текста, здесь у них там люди было разделение, так ничего не получилось. Значит, в результате значит, был такой, значит, все это повисло, после того, как пришел новый директор очередной, значит, он сказал, что все это было сделано неправильно, все не так, значит, и все было отменено, то есть, вот это дело повисло. Значит, причины. Ну, вот моя причина была следующая, вот как мне говорил юрист, там был, в общем, скажем так, мои неформальные отношения с этим юристом из жилищника, значит, бывшим военным, там нормальная женщина, она действительно специалист была, и все. Она мне все время говорила, Валентин, давай быстрее делать, не до конца, потом придет сейчас кто-то, и все закончится. Она была абсолютно права. Это вот кончилось на коммуне нового, 16-го года, значит, и она ушла, действительно, пришло новое, и все закончилось. Значит, вот это первая причина. Второе, значит, в апреле месяце, я вот пытался все-таки дожать, я разговаривал много раз, не один раз, главой управы, с новым пришедшим префектом Гавердовским, и в том числе была встреча на собрании, очень интересно. Но при всех было заявлено, что да, конечно, мы этот договор, какой нужно, заключим. Писем и право, никаких документов не было, там все было на словах. Но через дней 10 была у меня встреча с Гавердовским, где сидел глава управы и жилищник. Значит, было сказано так, заключайте, строгим поставленным голосом Гавердовским, это был такой мастер-класс, заключайте договор, который у вас есть, у вас все, пожалуйста, которые выдают стандартный договор, вариантов у вас других нет, не то у меня дебетовка не сойдется. Вот так было сказано. Вот. Вот поэтому договор у нас повис. В связи с этим возникает вопрос, вот у меня, что делать? Я тебе уже говорил, кажется, что делать? Вот ищем выход, да? Ищем выход. Я так подумал, что нужно попробовать объединить усилия нескольких домов, потому что в принципе текст договора, скорее всего, он одинаковый, разными будут только приложения. Если люди, во-первых, осознают необходимость этого, почитают, поймут, что нужно поработать над приложениями, и таких людей будет, ну, десяток, два десятка и больше, то здесь сдвинется с мертвой точки. И как показывала моя практика сейчас с перетопом, это направление правильно, хотя это может быть еще не совсем, тут есть, ну, в общем-то, в этом направлении я сейчас действую. Здесь вот присутствует человек из нашего района, вот мы сейчас пытаемся что-то делать, набрать людей, которые действительно об этом думают, значит, и понимают сложность этой проблемы, потому что люди говорят о мелких вещах на собраниях одно и то же, потому что, почему то не работает, договор должен быть, где все прописано. Это все вопросы автоматически снимаются. Ну вот, если какие-то вопросы есть пока по ремонту, можете задать, спросить что-то, если что-то не там. И сейчас, попозже, да? Хорошо, хорошо. Дальше. Следующая проблема это перетоп. Ну, в доме, очевидно, не знаю, как в других районах, вот в нашем районе очевидный перетоп, особенно это заметно в сентябре-октябре, когда еще тепло, и в марте-апреле. Это просто очень неприятно находиться. Ну, для большинства домов, для большинства квартир, не везде, естественно. Значит, Яна, значит, вот искал, как это все доказать, вот, расчетным способом, кстати говоря. Здесь был такой товарищ, значит, нашел в этом шаге, значит, который успешно использовал этот опыт, значит, у себя в доме, и использовал его расчеты, как-то, значит, взял у себя, как-то, температурный график, все данные, помеченные данные, значит, мне руководители присылались, и, естественно, я получил все данные помесячные, перетопа, за месяц и за год. Все эти данные, значит, я передавал в жилищник, официально, на меня даже не обращали внимания, ничего не отвечали. Я как-то думал, ну вот, пожалуйста, смотрите, спорьте со мной, что-то не так, нет, не реагировали, никакой реакции не было. В связи с этим, значит, возникла идея, потому что у нас напротив меня стоит дом, вот как раз здесь по аналогии, один к одному мой, просто одинаковый, по размерам, ничем не отличается. И такой человек пришел, я нашел на собрании, он увидел такие же проблемы у себя дома, а он является очень большим специалистом в этом деле в расчете. Мы начали обращаться действовать вместе с ним. Сначала обращаться в жилищник, это был в ноль, даже вдвоем, это были только вы такие, остальные все хорошо. Потом обращались в МАЭК, и он купил все необходимые документы на дом, вот у него это было, и начал показывать, что вы нарушаете, посмотрите, значит, то, что должно быть в доме. Значит, и вроде ситуация сдвинулась, как ни странно. Был недавно разговор с директором-жилищником, который предложил нам эту проблему, говорит, это проблема не общая, это проблема, значит, связана с специалистом-жилищником, которого просто нужно переписать, что он предложил нам сделать, его служебную инструкцию, туда вложить, за что он будет отвечать. Вот что мы сейчас и занимаемся. Вот если сейчас подключится в этом плане в районе больше народу, я думаю, это эффективно получится. Более того, он мне предложил даже уволить этого человека, что я не хочу. Пусть человек работает, не надо. Пусть он работает, увольняет, пускай другие люди, директор. Так, ну вот такая вот ситуация. Значит, эта проблема по перетопу, она только в процессе, значит, находится, она еще не решена, но какой-то сдвиг есть. Да, я надеюсь, что в нашем районе, Мещанска, вот мы там собирались, значит, люди подключатся, и это будет эффективно. Вот, Текущий ремонт подъезда. Ну, вот история у нас в текущем подъезде, ремонт такая, значит, в 2011 году у нас был ремонт подъездов, я об этом узнал в 10-м, и, честно говоря, с инициативной группой думали тогда, ну вот мы сейчас скажем им просто письменно напишем, сделайте на такой-то цвет, сделайте то-то, то-то будет достаточно. Наивные люди, они эту бумагу просто потеряли. В 2011 году ремонт был ужасный. Значит, было много народу, узбеков, которые большую частью играли в футбол, баскетбол, там, наскарочка, залили краской все наши полы полностью. Значит, естественно, все приняли, все прекрасно. Я пытался в течение длительного времени вот эти окраски очистить, да, на своем этаже очистил еще кое-где, потом мне пошли, ну, запугивания по этому поводу. Это было. Значит, когда я объявил об этом, сказал об этом в прокуратуре, в милиции, в жилищнике, ну и по всем, в префектуре, в управе, просто человек с характерной фамилией Власов исчез в месте своей компании. Вот. Это, правда, не освободило нас, грязь, как была, так и осталось, но сама фирма исчезла. Вот. Ну, мысли перелосли на другое. Как сделать в 16-м году ремонт нормальным? И мы, значит, договорились, значит, составили такое приложение 1, где был записан список работ, значит, и что нужно делать, значит, под этим приложением 1 стояли подписи директора, они ко мне приходили, ко мне нужно приходить домой, в общем-то, с начальником участка. Значит, вот приложение 1, подписывайте, и все будет хорошо со всеми документами. Они это все вдруг, странно, подписали, да, практически ничего не поменяв, но, значит, после этого мы подписали, вот, акт закрытия дома 4 человека, я плюс 1 человеку от подъезда. Мне было заверено, что акт закрытия дома будет подписан теми же самыми людьми 4 человека, что, как показывала история, не произошло. Вот, и сейчас объясню свои ошибки, чтобы люди не повторяли эти ошибки. Значит, потому что нам они говорили, что те же самые люди будут и подписывать акты 4 человека. Нет, этого не было. Значит, может быть, я понимаю, что они могут каждый раз что-то иное придумать, но наша ситуация была так. Значит, подписаны эти документы были 29 июня, ну, все остальные префектуры права жилища подписали где-то в начале июля эти документы, и потом дом был на нового забыт. Как мне сейчас объясняют, это из-за того, что я там кому-то препятствовал, то есть по сегодняшней встрече с директором жилищника. Поверьте мне, вот у меня характер другой, я наоборот, никому не препятствовал, они делали все, что хотели, абсолютно. А это сейчас просто вранье идет, это, оказывается, документы есть, значит, там, есть ли другие люди, которые действительно физически борются, у меня этого не было, они прекрасно это знают. Значит, начали они, там были просто отпуска, все получили, еще суетиться, там, как говорится, дележка шла и так далее. Значит, потом сменился прораб там у нас, то есть, как выяснилось, более худшее, подозрел, нормальный человек, ушел оттуда со своими рабочими. Значит, и они начали этот ремонт после многих проталкиваний туда себя где-то, в середине октября, в конце октября. Делали осень, зиму и закончили в марте. Значит, как происходили, да, ну, предложение 1 подписали, написано, что все будет учтено. Значит, ну, потом уже где-то началось такие интересные фокусы, что та же самая человек от жилищника, которая подписывала это приложение 1, где написала, чтобы все будет нормально, она начала писать и, внимание, директор жилищника, управы, префектуры, мужа инспекции практически, все это подписывала. Она мне лично говорила, Валентин, да, что бы ты ни писал, то, что я пишу, так и будет. Действительно, так и было. Действительно, факт. И она этим хвалилась, она такая всемогущая, считалась. Так и случилось. Ну, понятно, что главное там не была она, главный инженер у нас занесет на Ялкарпейс у нас потом. Ну, что прошло после? После того, как они это вроде бы сделали, ничего не выполнив из приложения номер 1, абсолютно, они сказали, что мы сделали ступо стандартной дефектной ведомости, которые были. А какой финт был? Значит, они назвали стандартной дефектной ведомости так же приложение 1, как я подписал, там было. Они были с негативаковым названием, понимаете? И вторая моя была ошибка, что я не составил на вот эти работы смету. Вот, внимание, это ключевой момент. Обязательно, до начала всех работ надо составлять сметы. Смета была только на стандартной работе. Значит, этим было воспользовано. И сейчас они, что произошло по приемку, значит, 21, 3 февраля и 23 марта, значит, комиссия, составе, значит, представителей от управы, жилищника, префектуры, значит, можно инспекции и от депутатов, как написали они, хотя депутат там действительно пришел у нас и быстро ушел. Он понял, в чем дело. И вместо него подписала некий человек от, значит, общественной комиссии при муниципальных депутатах. Есть у нас такая, она подписала, а сейчас врут, просто говорят, что депутат там нет, он не ответ был. В общем, никакой депутат еще не подписывал. Наоборот, один депутат нам даже очень сильно помогал, пытался что-то сделать, но его также игнорируют, как и остальные жители. Так вот, 21 числа был подписан акт осмотра с этими жителями, где я написал один среди жителей свое резко отрицательное мнение на обеих и написал, что позже я подготовлю все необходимые документы, естественно, жителями подробно там, что и как было сделано, что и было сделано и во всей инстанции, а именно, значит, Роспотребнадзорному советовали, потом депутату Московской городской думы, жилищник, значит, вожилая инспекция, префектура, значит, и муниципальным депутатам, 8 всего было организаций, значит, были направлены письма, такие толстые пачки отдельные, где основная такая идея была, что было сделано и не доделано, что вообще не сделано, было ничего, и почему так принималось, от всех организаций пришли отписки полностью, от жилищника, что в том числе там самое главное, конечно, там можно инспекция, что все принято и все хорошо, никаких вопросов, но работы приняты, но они продолжаются, понимаете, они продолжаются, как бы уже пожелания жителей, вот, значит, ну, один есть хороший плюс, можно сказать, что, кстати, нам поставили 22-го, вот, 26-го, 30-го мая, поставили окна, хорошие, пластиковые, да, за что спасибо, и хорошо их установили, но до сих пор мы не получили стоимости этих окон, сколько стоило окна, сколько стоили монтаж окон, гарантия, и что входило в гарантию, сегодня мне буквально директор жилищника обещал эти данные дать, посмотрим, если дадут, вот всем говорю, я как всегда напишу им благодарность, потому что сделано было хорошо окна, но с приемкой проблемы остаются, сегодня были, ну, цирк, вот сегодня, я только сейчас вернулся из жилищника, там был цирк, по поводу, поводу, все это было сделано, все хорошо, то только один, смотрите, 47 человек, там было 47 человек, который написали, большей частью, подавляющее, большей частью отрицательное мнение, значит, и двина человек подписан, я не один, вот одному лучше не делать, ничего не реагирует, и, к сожалению, я видел непонятную позицию помощника депутата от Московской городской думы, можно сказать, очень непонятная позиция была, вот, ну, в общем, по ремонту подъезда, никто от жителей так и не подписал этот акт, 4 человека по закрытию в дом, который мы подписали в конце июня, хотя обещал сделать другое, значит, вот этот прораб, который непосредственно, это новый прораб, руководил работами, он обижал несколько квартир, пособирал некоторых жителей подписи, некоторые передо мной потом ходили, мы сами не знаем, ты нашу извини, мы хотим назад, но уже нельзя, как было говорилось, и эти подписи потом учились, вот это все было подписано, вот, знаете, не совершайте этих ошибок, значит, ну, жилищник сейчас что-то доделает, считает, что все прекрасно, и все хорошо, особенно там главный инженер, я предложил сегодня, вот как мне директор предложил изменить, значит, служебную инструкцию для человека по теплу, ну, давайте, переписали сейчас, вот мы такую же служебную инструкцию для главного инженера, значит, изменим, чтобы он правильно все делал, тогда будет все хорошо, случилась истерика, вот сегодня там было, дикая, совершенно, естественно, на меня лично там начинается только один такой, вот читайте внимательно, там много народа, в чем люди терпят уже это, много лет, не год, не два, не пять, не десять, вот, а окна с нами были хорошими, но монтажник, можно сказать, значит, получает деньги, налом, чтобы вы знали, никакой фирмы, он даже название ее не знает, значит, сегодня не приехал, просто боится, мы ему написали хорошее письмо, потому что сделал все хорошо, все недостатки убрался, но человек, просто используется, вот, если, правда, получим все документы, если там будет цена, как я выяснил, для этих указов, в районе 350-400 тысяч, все хорошо, если там будет цена в два раза больше, сами понимаете, скорее всего, так и будет, вот, так, ну, ну, вот вывод по текущему ремонту, значит, надо аккуратно, вот всем вот людям, которые будут заниматься, готовить, вот я знаю, здесь присутствует, с текущим ремонтом, готовить и подписывать список работ, до начала вся, дефектную ведомость, и обязательно смету, отделя на все договоренные работы, до работы, без этого будете обмануты, значит, вот такой вывод, ну, что я хотел сказать, в конце, все эти работы, что я указывал, капремонт, договор управления, теплопотребление, текущий ремонт, значит, мы все использовали материалы лекции, Татьяна Восифовна, за что ей большое спасибо, вот, мы ознакомились здесь с разными людьми, значит, которые нам в этом деле помогали, вот, за что тоже спасибо, и мы надеемся, что это будет продолжаться, и положительный опыт людей, который, надеюсь, тоже будет, тоже будет рассказан, но мне пока здесь вот такой опыт, вот, ну, все, спасибо. Валентин, спасибо большое, но мне бы очень хотелось, вот, как бы, вот, Игорь Бакиров, которого мы уже все знаем, и который нам уже рассказывал, о том, как у него, они управляют домом, инициативную группу, есть вопросы, или, как бы, вот, мнение, что у вас получалось тогда, как у Валентина, или что не получалось? Уважаемые коллеги, я тут тоже просто смотрел за Валентином, и делал определенные заметки, да, действительно, соглашусь с Валентином, ошибка у него, это действительно, не заранее непросмотренные сметы, мы это как-то вот в своем доме, это сумели избежать, что нам удалось, в отличие от Валентина, мы сумели все-таки решить, какой свет у нас, свет в каждом подъезде свой, не только на дом, но и каждый подъезд выбирал свой свет, мы это сделали путем, своеобразного голосования, мы опустили в каждый почтовый ящик, маленький листочек, с просьбой указать, из предложенных управляющей компанией, цветов, у нас был голубой, салатовый, какой-то, а, бежевый, и абсолютно больничный, желтый свет, вот, как ни парадоксально, все четыре света победили, но в разных подъездах свой, но так бывает иногда, что еще я тут вот себе отметил, да, конечно, насчет света, да, я тоже пытался сделать, ну, речь не о свете, речь о том, чтобы это было энергоэффективное, лампы экономили, ну, имел достаточно освещение, к сожалению, хотя приложение, то есть у меня встановился на эту проблему, не было этого, я специально после начала работы пытался договориться насчет света с директором, категорически нет, все договоры уже заключены, все тендеры прошли, и мы ничего не можем сделать, и вот сейчас тот свет, некоторых человек, которые не установили, кстати, вначале они установили везде, очень, значит, ну, подходящие лампы для черной лестницы, но для, при квартирных холлах они были очень слабые, люди очень сильно ругались, молча, без ничего, потом сейчас убирали, значит, что с этим делать, ну, совершенно непонятно, для светов, у нас большие проблемы, даже в том числе, как-то, инвесцетные лампы, которые они установили, значит, две из них на третьем этаже, уже просто, не сами лампы, это переговорит у меня сейчас постоянно, а вышли из строя весь полностью светильник, вот это, вот сейчас, вот, пожалуйста, причина какая, они не договариваются с нами, понимаете, они не говорят, вот мне поэтому удивительно, как у вас это получилось, спасибо. Я сразу отвечу Валентину, как это получилось, получилось с тем, что наши жители, я не знаю, как-то вот объединились, и мы периодически можем идти и захватывать, фактически, да, действительно захватывать здание жилищника, я вот, Татьяне Осиповне уже не раз это рассказывал, и вот здесь присутствующая девушка, Елена Роскутова, была при одном из таких захватов жилищника, мы просто толпой, порядка 20 человек, пришли туда в кабинет, и сказали, пока не будет, не начат ремонт на наших условиях, мы отсюда не уйдем. Мало того, в тот же день, я вот уже рассказывал, это тоже здесь, мало того, в тот же день мы выяснили откровенное вранье главы управы, директора жилищника и главного инженера. Их свели, троих в один кабинет, и выяснили, кто из них врет. А главный инженер? Нет. Главный инженер оказался полным руном. Теперь вернусь к небольшим комментариям. Договор управления, да, у нас он тоже не заключен. Не заключен по тем же самым причинам, что и у вас. Постоянная смена директоров управляющей компании, не знаю, сколько у вас, но у нас уже 16-й за два года. Вот. Мы теперь смеемся, что средний срок их работы это два месяца. Да, испытательный срок, но пока вот ни один из них не прошел. Плюс еще, почему мы отказываемся сами подписывать этот договор. Нам то же самое заявили, что все на сайте префектуры, берите там дальше. А не пошли бы они с этим договором далеко и подальше. Вот. Нам нужен наш договор. Вот. Это по поводу договора. Теперь, значит, ну, устные взаимоотношения мы пытались установить, и у нас то один жилищник. Вообще, кратко я могу так сказать. Каждый новый директор приходит к нам, обязательно что-то удается от него вытащить. Ну, типа, восстановить дружбу. А уходят они только из-за того, что чего-то нагадили дому. Такое тоже бывает. Например, я уже рассказывал на одном из занятий, как директор ДБУ жилищников фактически лично украл наше металлическое ограждение. Возбуждено уголовное дело. Вот. Это вот я просто один таких живых примеров. Теперь давайте у нас капремонт у нас текущий. К капремонту мы потихонечку движемся, наш дом. На следующий год мы уже приняты и в смету вводе нам включили полную замену системы отопления в подъезде. По электричеству. Вы знаете, мы тут анализировали, сидели с главными инженерами и со многими другими. И как ни парадоксально, энергосберегающие лампы, которые предлагает мэрия, они абсолютно не энергосберегающие. Они даже оказываются еще затратнее, чем обычная электричество, которая сейчас вот стоит. Это мы видели. Что в итоге? Вот сейчас я уже рассказывал про ТОС, который мы там собирались создавать и так далее. мы немного дальше даже двигаемся. Скорее всего, до выборов мы этого не сделаем, но скорее всего дальше, мы будем в конце года или в конце, или в начале следующего года отказываться от управления жилищником и переходить на самостоятельное управление домами. Да. Вот по поводу управления, мне сейчас просто уже достаточно долго времени говорит, потому что, Валентин говорит, я не прочь совсем, чтобы ты ушел, я не буду тебе препятствовать, все документы подготовлены, и в отличие от других домов некоторые добиваются. Мне, может быть, лет 4-14, я бы обрадовался этому, сейчас нет. А знаете почему? Очень просто. А значит, жилищник очень много нам должен. Вы же должников не отпускаете. Вот я данные, на основе тех данных, которые подготовил жилищник, с печатями, с подписью, о чем уже говорил, Татьяна Иосифовна, договора с метанарядой, пожалуйста, приготовьте, значит, все приготовлено, я аккуратно посчитал, с учетом уборки и так далее. Что вы выяснили? Недобор, миллион 336, это только за год. И что, отпустить? Нет. Нет. Значит, поэтому здесь хотя бы, речь конечно не о деньгах, а то, что мы не делали. Понимаете? А вот в договоре как раз, это и можно будет прописать, какие-то работы, приложения 3-4 есть, вот там это все есть. А так приходится каждый раз добиваться в режиме. И просто я хотел еще сказать, ну конечно такой режим, что 20 человек, у нас просто таких людей нету, я просто по натуре другой человек, может я, ну не знаю, я не хотел бы, конечно, такой режим, режим войны, но у нас, например, другое, что сейчас творит, вот что мне сейчас сказалось, он и главный Дженни, я понимаю, что это запугивание идет. Ах так, нету нигде этих, значит, у вас шлангов, мы не знаем, куда их девать, мы сейчас на законных основаниях у вас спилим все железные двери, и ты будешь виноват. Потому что как, вот имейте в виду, вот это не понятно, ну извините. Значит, как только он снимет железные двери, вы повозбуждаете уголовное дело с помощью МЧС. Во-вторых, вы проследите путь этих дверей и докажете, что они присвоили деньги при сдаче металлолома. Вы как думаете? А в-третьих, вы скажете спасибо, потому что это, не хочу грубо выражаться, что это за двери. Зачем они вам нужны? Потому что пасечник товарищ Лужков их придумал? Отчего они защищают? Я что-то не поняла, это картонка железная. Отчего? Ведь таких тюремных подъездов, как у нас в Москве, нигде нет. Ну это уж названия просто нет. Ну здесь немножко не так, конечно. Двери, я понимаю, некоторые двери весьма вылезут далеко, то есть эстетично, значит, но большинство установили эти двери жители за свой счет, они заплатили деньги. И причина в этом не потому, что они захотели, безопасность, бомжи и прочее, вот и все. Ну вот не надо этих песен, пожалуйста, про бомжей. Я въехала в дом, где наркоманы лежали до третьего этажа, алкожили на оставшихся. У меня нет ни одного наркомана и ни одного алкаша. Сегодня впервые мы с соседом разговаривали по поводу реновации, мимо нас прошло, шатаясь, существо. Мы его остановили, допросили, оказалось, что это заселенец к нашей очередной дамочке в коммунальной квартире, с которой мы разберемся. И речь будет идти уже о требовании выселить девушку. Что значит? Дело не в железных дверях, как правильно Тарасич Преображенский отметил. Это какие бомжи? Бомжи бывают там, где им никакого не оказывают сопротивления. У нас наркоманы в наших цветах, веселое было дело и в кустах, устраивали заначки. Они разрывают эти самые корни и туда укладывают эти самые свои закладки. Да, а потом приходит следующая партия, значит, когда мы и поняли, куря, значит, в пятом этаже, с третьего этажа пару раз вылили кипяток и два раза вызвали полицию. И все кончилось. И у нас люди выходят с железками, что это такое? И потом, что это за угроза? Ну так срезайте двери. Какое? Все это хищение. Да еще сговоры. Вообще, боже мой. Обязательно попросите его это сделать. Звоните ему каждый день и спрашивайте. Вы уже машину заказали? А сварщика? А резать чем будете? У меня есть с алмазным. Победитовой не годится. Так, жду вас. В чем дело? Где люди? Только так. Не забудьте, на их хамство надо уметь ответить на отмашь. Обещал? Выполняй. К моменту, когда он скажет, вызовите, скажете, позвоните, перестаньте разговаривать, дамы. Позвоните по 02 и скажете, сообщаю о приготовлении к преступлению. Самое настоящее, фамилию назовете и все. Вот такой-то и такой-то тогда-то намерен прибыть с неустановленными лицами. Машина уже во дворе жилищника. Жилищник утверждает, что они тут ни при чем. Они готовятся срезать и сдать в металлолом наши двери. Все. О, какой металлолом? Какие двери? Вы что? Я, Валентина, и попея длинная, потому что он мирный. Я, конечно, одобряю походы в жилищник, потому что чем больше народу приходит и требует... Сергей Сергеевич вчера на встрече с кандидатами в депутаты рекомендовал сдавать протоколы об отказе от участия и вообще от какой-либо реновации. С итоговым заявлением мы вам покажем реновацию. Сдавать в многогером, то есть приходить 10, 20, 30 человек, подписавших, требовать глава управы для того, чтобы ему вручить под съемку, чтобы не было разговоров о том, что оно где-то там что-то как-то затерялось, кто-то подписал и так далее. Переходит эпоха попыток договориться. У меня такое тяжелое ощущение заканчивается. Так что я считаю, что вообще борьба замечательная, многого добились и надо продолжать дальше. СМИ-то, конечно, понятно, что они ее прячут. В один вывод я могу вам сказать. В нашей стране давно стало не стыдно лгать. И вот то, что мы этим людям не говорим, а дома ты тоже так лжешь, они думают, что это норма. Они уже к этому привыкли. Никто, вот мы их не спрашиваем за то, что они лгут. Мы не скандируем лжец вошел, лжец вошел, лжец вошел. Как в Алдавском парламенте, к вашему сведению. И как-то вот президента выбрали другого с переполочью. Активнее надо быть, потому что это аморально до изумления то, что происходит. Электрика, которая пять лет назад там якобы была, не, не пять, боже, десять уже скоро, да. Понятно. Но, конечно, вопрос не в том, что они Иван Петра кивают на Петра. Откуда известно, что оно сделано? Вот ведущий документ. Откуда известно, что там это сделано? Вот кто это первый написал, тот и виновное лицо. Ну, кто вилки спер, тот и тетушку убил. Ну, ей-богу. Первый курс, да, юрфака. Раз, откуда это известно? Если это со слов, разговора нет. Если хоть где-то написано в техническом парламенте, я не знаю где, первичный документ требует. В каком реестре? А у него откуда? Нет такого. Ответ есть письменный? Проведено расследование? Расследование проведено? Нет, нет, это что они там предлагают, помолодеть, не знаю, записаться в балет Большого театра, это очень актуально, но не для нас. Вы возвращаетесь к этому и говорите, прошу представить мне дело. Я вам написала заявление? Где дело? Дело по моему заявлению должно заводиться. Папочку на стол, пожалуйста. Где доказательство, что это изучалось? Архивную подпишу, подайте мне запись. Только так, потому что жители, при чем тут жители? У вас нет никаких жителей вообще. У вас только пальмы там растут. При чем тут жители? Реестр составляется на основании первичной документации. Где эта первичная документация? Неправда. Значит, утратил реестр. Значит, подаем суть за халат. А как еще может быть? Господа, логику включайте. Опять же, кто у нас ложечки спер в Роснефти? У того и этот грохнулся. Как его там? Ну, на котором они не улетели на банкет с икорницей. Запомните, все они работают по одной схеме. Ой, нету! Потому что они думают, что мы знаем меньше, чем они. Мы знаем больше, чем они. И мы в более серьезном настроении. Поэтому я бы на вашем месте это продолжила. Одной стороной, а другой стороной, что ну и что, что это когда-то там было. Плохо сделали и вообще. Делайте заново. Ничего не знаем. Никаких денег тратить не будем. Составьте акт. Там что, фидеры или что там? Алюминиевые или что? Ну, можно же сфотографировать. Значит, все это доказательства. Тогда пусть вы пишите письма и требуете передвинуть срок на завтра. И все. Требуйте от этого фундика. Да, это отдельно, а параллельно требуйте передвинуть. Да, конечно. Мне кажется, что чрезвычайно продуктивно во всех смыслах. Очень интересно. Все. Теперь у нас Морозова, Любовь Николаевна. Обмен опытом по защите прав в сфере ЖКХ. У нее тут. Так, коллеги, которые слушают и которые здесь. Значит, заранее приносим извинения. Сегодня ни образцов документов, ни образцов заявлений ничего не будет, потому что опять, как всегда, мы бегом. Но вот честное слово, вот вместе с Любовь Николаевной, мы обещаем, что мы эту лекцию доделаем. Презентации будет. И даже кое-какие заявления, обращения после просмотра Татьяны Иосиной мы просто вам разошлем. Вот после закрытия шага. Итак, сейчас. А, ну так, ну давайте же вопросы. Значит, у меня к вам несколько вопросов. Прежде всего. Сюда. Вот сюда, к вам. Значит, у меня к вам вопрос-то. Значит, первое. Вы председатель Совета Дома, да? Председатель Совета Дома. Вот у меня вот по этому вопросу. Вы на общественных началах работаете, да? То есть никаких денег вы не получаете. Все, всю, значит, всю документацию вы собираете сами и складываете в свой архив, да? У вас там архив небольшой. Сколько у вас стало до всего в Совете Дома? Шесть человек. Это они все выбирались на общем собрании, на общедомовом собрании собственников, да? Да. Так, теперь у меня в отношении вот подписей интересуется. Кто уполномочен подписывать договоры с управляющей компанией? Скажем, с управляющей компанией у вас подписан договор, да, управление? Кто подписывал от вас, от ваших... Нет, управляющей компанией, значит, пишется договор между вашим домом договора и управляющей компанией. Управляющая компания подписывает там, у них свой представитель. Кто от вас подписывает этот договор? Нет. Я еще... ... ... ... ... Продолжение следует... 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 И началась сказка номер два. Мы не понимаем, каким образом у нас за отопление получается, что если квартира у меня 65 квадратных метров, почему она у меня от тепла увеличивается в 130 квадратных метров. И в связи с этим получается, что запирающее устройство, которое написали в платежные документы, оно соответствует не как по стандартному тарифу Москвы, а 88 рублей. А оказывается, у нас много дверей, а за них надо платить. А раз надо платить, значит, надо задавать вопросы. Почему? У нас тоже возникли по этому поводу вопросы. И, значит, когда мы обратились в эту управляющую компанию, первое, что нам сказали, высылайте снова на закон 937. Закон гласит, что вы должны платить. Раз такой поступил вопрос, мы начали задавать вопросы по поводу этого, значит, постановления. Оказывается, что ссылается юрист на этот документ, а там гласит, что по поводу, значит, людям по субсидиям, что предлагается. Значит, этот, получается, закон нам не вложен. Узнав, значит, столько много вопросов, которые у нас появились, значит, я узнала, что у нас есть такая приятная организация, как «Яблоко», и в ней есть программа «Шаг» и обучает наших граждан. Значит, я собрала свои документы и пришла сюда. И поэтапно начала выяснять, что, оказывается, у нас и запирающее устройство, и антенна, все это незаконно. С этим вопросом мы, значит, решили таким образом. Задав вопрос управляющей организации по поводу антенны АКАДА, мы написали о том, что, значит, оповещаем вас о том, что запирающую антенну АКАДА мы расторгаем в одностороннем порядке договор, который некоторые жители домов, не зная, потому что их заставили на самом деле, потому что было перед Новым годом, когда люди собирались уже смотреть программы новогодние, вывесили объявление, что если вы сейчас не побежите, договор не заключите, то к Новому году вы смотреть программу не будете никакие. И, конечно, у нас народ быстренько собрался, и кое-кто заключил договора, ну и платит успешно 204 рубля. В связи с тем, что мы все-таки стали более грамотными, мы подняли этот вопрос и, в общем-то, добились того, что раз в одностороннем порядке мы имеем право расторгать, значит, мы расторгаем. Но нам ответил товарищ, значит, юрист из управляющей организации, что, извините, если вы хотите вывести из жилищного, значит, единого платежного документа эту строчку, вы должны обратиться в организацию, которая называется «Конкор», который конкретно вам подает там всякие, значит, услуги. Вот этот ответ мы получили не совсем давно, хотя мы писали об антенне АКАДА. Вот такие вопросы вот у нас очень часто возникают. Значит, в связи с тем, что вопросов получается очень много, мы все-таки решили историю своего дома начать с документов. Запросили управляющую организацию, чтобы выбили нам документ, по которому они с нами сотрудничают. Первое, что они мне выдали из документов и нашим, так сказать, жителям, я являюсь, так, значит, по адресу Москва, мне выдается договор города Подольска, но за управлением управляющей организации, значит, управдом. Я со счастливыми, да, я со счастливым видом, конечно, это все восприняла. Мы прочитали все это, обсудили очень деловому, по-деловому. И, значит, там написано, что должны быть приложения. Приложений, конечно, мы ничего не получили, но самое главное, что договора мы все получили абсолютно пустыми. У нас не значится ни квадратных метров, ничего остального, просто вот такие вот вещи. Это вот к тому, я говорю, что юмор у нас, так сказать, мы в шаге приобрели, мы воспринимаем все это очень серьезно, но с юмором. Мы решили на этом не останавливаться и говорим о том, что, значит, мы поняли вашу шутку, но вернемся к нашим вопросам в дальнейшем. Значит, заказываем вам повторно. Мы этот документ никому не отдали. У нас это теперь будет, так сказать, летопись нашего дома. Запросили еще раз договор с управлением, который мы не можем получить в течение двух месяцев. То заболели, то выехали, то сменялись. Практически весь состав, как они говорят, сменился в управляющей организации, но и поэтому никто не может нам выдать эти документы. Пока на этом месте мы так и остаемся. Нет, так там они пусть все переженятся и заведут по 20 детей. И при чем тут документы? Надо только через суд тогда. Да и вообще как? Это управдом Подольский? Жили... Нет, что в Москве, я что-то не поняла. А Подольский. А, вот мы тоже выясняем, почему Подольский оказался у нас в правдом? Нет, у нас в стране свобода по статье 1-й товаров обмена товарами и услугами. Так что можно хоть из Владивостока. Но при чем тут? Во-первых, вы же их не выбирали? Да? А где решение у права о том, что вам не проходит конкурс? Документация конкурсная где? Избранный товарищ, как говорится, поменялся. Что у нас нет никаких документов, спрашивайте у предыдущих. Все на этом сказка. Но мы решили. Акубекова, это глава управы. Глава управы Акубекова, к которому мы обратились. Поэтому помню. Ну, конечно, радость наша. Это вот мы сейчас, да, сейчас мы просто занялись этим... По вашей Акубековой тюрьма плачет. Мадам, вы меня слышите? Мадама Акубекова. Выучи, вся страна. Есть у нас такая фифочка в районе Кузьминки, которая абсолютно убеждена, что она держит Господа Бога за бороду и потому летает. Значит, при чем тут есть она, нет она, она сменилась. Я не понимаю. Каждый уходит и сжигает документы, что ли? У них так в Кузьминках заведены? Нет. Этот ответ рассчитан на дурней. На тех, кто еще не успел написать заявление об умышленном уничтожении документов и требование возбудить уголовное дело. Назначить расследование, значит, это и так далее, дознание и следующие стадии. Нет такого. Каждый документ согласно закону, куда уходит? В архив управляющей организации и второй экземпляр. Значит, если мы не выбрали, а мы сплошь не выбираем, потому что мы ленивые. А местный орган власти назначает конкурс, и конкурсная документация где-то у нас хранится. Кстати, надо посмотреть 44-й закон. По тендерам. Каким образом? Управдом этого у нас еще в хозяйстве не было. Придется заняться вами вплотную. Потому что самое... Вообще, видно, это мода, потому что я уже поймала протвинского какого-то, который в протвейно никто не знает, но он управляет домами в другом городке. Я забываю все время название на «С». Нет, Ступина. Нет, не Ступина. Все время забываю. Не снятие, но не снятие. Не где? Да нет. На «С»? Не-не-не. Все, это детали. Следующее похождение в управляющую организацию. Я попросила лицензию, чтобы нам выдали об управлении нашей организации. Лицензию я получила, они мне ее заверили, поставили печать «Управду», а копия заверена «Жилсервис». Вот так у нас получается, мы начали задавать еще раз вопросы. Значит, почему получается, если у нас «Управдом», то почему у нас копия верна, заверяется «Жилсервисом». Это вот такие вот у нас маленькие курьезы, которые вот за последнее время, которые... Это я вам рассказываю, как можно ходить в управляющей организации и набираться опытом, чтобы работать с документами. Значит, есть меры и края, конечно, у обиды и лжи. Причины насилия, поведай, скажи, да. Мы решили заняться своими запирающими устройствами, антеннами и у нас в платежном документе. В этом году и в прошлом году стали очень большие расхождения. Получается, то, что я вам сказала, что квартиры у нас по 65 квадратных метров, а оплачиваемые по 130 и по 200, если трехкомнатная квартира. Вот. Мы, значит, запросили по этому поводу, чтобы нам по отоплению хотя бы дали какие-то документы, а именно там то, что приписывает нам наша школа, конкретный пакет документов. Конечно, мы ожидаем сейчас, что мы получили, но в связи с тем, что документы они нам пока не выдают, а квитанции, конечно, нам приходится оплачивать, значит, мы разработали с жителями таким образом. Берем, значит, свой платежный документ и рассчитываем, значит, в связи с тем, что нам отказывается давать формулы, по которым отопление просчитывается, они нам ссылаются, значит, на МФЦ, обращайтесь туда, в разные там названия букв, которые мы еще не выучили, но туда именно. Вот. А оплачивать нужно. У нас, значит, раз есть единый платежный документ, в нем есть свободная строка, в которую, значит, мы можем вписать именно ту, значит, сумму, которую мы считаем можно оплатить, как нам, нас учили здесь в шаге, и расписывать мы стали рядом по квитанции все наши показания, которые мы считаем и присчитали, что самое главное, что нам тарифы предложил муниципальный депутат, который сам занимался в свое время по отоплению, он в газете припечатал, и всем, значит, дал такие предписания, по которым можно рассчитывать отопление, и которые мы тоже проходили здесь в школе, они соответствуют как раз и его пожеланиям, мы рассчитали сами показания вот эти, и у нас получилось абсолютно, значит, если у меня по моей ведомости, по моему платежному документу, я должна оплачивать 8161 рубль, то в наличии, если я подсчитываю все то, что должно быть по горячей воде, по холодной воде, по отоплению, у меня сумма получается 4271 рубль, ровно 100%, которым мы переплачиваем, причем до сих пор у нас управляющая организация никак не может посчитать, сколько же нам надо оплачивать, что самое главное, что мы с самого начала еще запрашивали, говорим о том, что мусор мы сами выносим, ручками несем до, так сказать, контейнеров, нам тарифы ставят именно по содержанию дома, именно, что в комплексе у нас входят все услуги. Когда мы затребовали такие вот тоже документы, они до сих пор не могут посчитать, сколько же стоит мусор, чтобы нам сделать перерасчет. Это я вам к чему говорю, чтобы вы внимательно сами умели читать документы, потому что вот таких вопросов и ответов очень много, касается как раз психперерасчетов. Если кто-то захочет познакомиться, как это делается, мы потом отдельно поговорим на эту тему, чтобы не занимать время. То же самое, обратите внимание на квитанцию по свету. Здесь происходят маленькие хитрости, о которых не каждый ведает. Значит, у нас есть такая с левой стороны вот здесь вот графа, по которой пишут основание перерасчета или показания поступающие последней оплаты. Значит, если вы начнете с января месяца заводить тетради и переписывать вот то, что описывается здесь вот в этой графе, вы поймете, откуда у вас появляются пени. А это, значит, ваши долги. Да, у нас пени каждый месяц. Нет, я имею в виду помост Энерго. Мы живем в одном городе или мне показалось? Ну, если договор с подольством... Какие пени? Так, тогда это... Не-не-не. Это Мосэнергосбыт. Какие пени? Пени выставляют нам каждый месяц. Да это... Нет, вы дайте сюда. Да и не вздумайте платить. Я не понимаю, почему мы должны... Не станете? У нас в Москве пени Мосэнергосбыт, может быть, и начисляет, но только когда в суд, наконец, приходит. Ну, я точно так же, как и вы, получаю. Ну, перестаньте. Мы живем через дорогу, я в текстильщиках живу. Ну, вот это вот, что это такое? Я еще раз повторяю. Ну, конечно, те, у кого по 18-ти тарифные счетчики, делать нечего, пусть сидят, считают. У меня одна тарифная, я как-то, да, упорно держу долг, им две тысячи, так, у меня так, тысяча восемьсот, две тысячи, тысяча восемьс... И каждый месяц сплачу. Я не скрижища зубами, так как я добросовестный должник. Ну, есть же кому платить вместо меня. Какие пени? Да, пени по закону, безусловно, можно начислять, но для этого существует Подмосковье. Там 6 миллионов добровольных плательщиков пени, в МОСЭНЕРГОСБЫТ, которая единая организация, а в Москве в жизни не выставляли. И вы это всерьез принимаете вообще? Да, ну я тоже плачу с 1 января. А то, что в свое время нам сняли льготность по 50% и поначисляли всем долги, вы никто не вспомнил, нет? Те, у кого дети инвалиды или пенсионеры, платили 50% от всего выставленного счета. Хотя в 354-м сказано, что 50% от того, у кого льгота. То есть 25% от суммы платежа всего льгота. Потом МОСЭНЕРГОСБЫТ, то ли научился читать, я не знаю, что с ним происходит, то ли писать. Друг взял всем пересчитал таким, как я, что мы им должны, потому что четверть, а не это, вина что, моя? Кто закон не исполнял? Они, их вина. Виновное лицо, все, я отказалась платить. И не то, что пени, вообще, потом они отменили это, теперь опять считают по 50%. Ну, братцы, если у них такие телодвижения, так вы сторонки-то встаньте и бабки зажмите в кулаке и не платите, пока не поймете, пока они не остановят это свое маятниковое движение. Вот это вот. не, это даже не обсуждаем. Не, 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 я вас прошу, давайте не, и вообще, энергетики, это отдельная мафия, все, не занимаемся даже. Значит, по этому поводу поясняю, значит, обращайте внимание на эту строку, значит, с чем это связано. Ваши платежки, которые они пишут, вот последняя оплата как такого-то числа, если вы, так, вопрос попозже. Значит, если, если написана сумма, вы сверите, пожалуйста, по квитанции, это мы сейчас говорим об электричестве. Я просто вам к сведению привожу о том, что если оплата стоит у вас такая-то, такая-то, вы сверяете ее, в каком месяце она прошла. Потому что, получается, когда мы сделали выверку с МОСЭНЕРГО, и причем, не просто, мы вот все жители собрались, все вот эти платежки, все соединили, занимались этим неделей, и не могли понять, почему, откуда перерасход вот такой вот, и почему у нас, у всех должники мы оказались. Так выявили то, что у нас вот эти вот оплаты проходят, через 2-3 месяца они нам их включают, но они включают вот в эту, значит, последнюю платежку, и начисляют, что вы просрочили, оказывается, оплату, и вам начисляется пение. Вот имейте в виду, на это обратите внимание, это связано только с этим. И если вы сравните вот эти все платежки, вы поймете, откуда у вас долги появляются. Это имейте в виду. Значит, дорогие друзья, во-первых, каждый каждый день я чем-нибудь учусь. Помните, у нас была такая лекция «Вечно должен». Вот МОСАНРГСБИД по той же схеме работает. В периоде оборотной уведомости оказывается, что вы, как идиотник, до 10-го числа заплатили с дуру полную сумму этого месяца. Она зачислена, заплатишь какого месяца? Да вы что, издеваетесь? За год назад, два года. Вы что, оборотные уведомости не видели своих? Так закажите. Вы никогда не увидите платеж пятый месяц за счисление пятый месяц. Вы увидите платеж пятый месяц за счисление февраль. Октябрь предшествует. Здесь та же картина. Значит, это их проблемы. И это решается только в суде. Маша делает, ты не можешь быть должником, если ты заплатил выставленный счет в установленный законом срок. Более того, ты относительный должник, если в месяц оплаты, ну вот я вечно плачу, ну это ужас, я все время опаздываю на сутки или на двое. Конечно, у них это проходит долго, ну здесь я же не заплатила по десяток, но я в этом месяце заплатила. И они суммируют потом две оплаты. Никакой ты не должны в следующем месяце. Не, вопросы позже, пожалуйста. нету. Сейчас закончим вопрос. Так что это вот касается МОСЭНЕРГО. Когда, ой, потрясающе. когда мы заказали документы по поводу отопления, мы выяснили еще интересный факт. Значит, когда они нам начали показывать сметы о том, что сколько гигакалорий на наш дом выпадает и все остальное, мы выяснили о том, что мы думали, что у нас нас обслуживает, так сказать, и поставляет нам все ресурсы МАЭК, то, что они нам в устной форме говорили. В результате мы выяснили, что оказывается у нас не МАЭК, а другая организация, которая имеет тарифы намного ниже, а выставляет у нас в платежках тарифы по МАЭКу. Поэтому вот эти сказки у нас дальше идут и идут. За что мы не возьмемся, у нас все дальше в лес и с песнями, и с песнями. Поэтому я вам говорю обращать внимание на все документы, потому что мы говорим о том, что запросили управляющую управу, подскажите, есть ли у нас общедомовые счетчики, и мы хотим списывать все данные с представителями наших собственников. Что нам ответили? Что сообщаем, что общедомовые счетчики находятся на балансе в строительной компании СУ-155 доступ к вашим счетчикам запрещен. Следующая песня. С баланса они не сняли, мы никому не передали, ничего мы не дадим. Значит, баланс, пошлите на три буквы, нас это не касается, потребуйте уволить бухгалтеров, просто фамилия ему, отчество, нет, причем, а ее тем более, поинтересуйтесь официально у префекта, где она купила диплом, в каком переходе, попросите по блату, что вам тоже выдали такое же, и вы тоже идете в главу и право немедленно. То есть, повторяю вам, балансы, не на балансе, для вас, для нас не имеет никакого значения. Этот счетчик или вот это дерево за окном могут учесть пять организаций одновременно. Гринпис, Московское общество защиты белок на сосне, Татьяна Осина Черенко, великая девушка Галина Морозова, которая считает, что это сорное дерево, завтра, и она их считает по штучной Москве. И все эти учеты являются законом. Я имею право у себя купить амбарную книгу и внести туда вот это вот, и я потом, допустим, она идет под вырубкой, да, я выйду и скажу, не сметь, она у меня на балансе, или она у меня на балансе, кто мимо прошел 3 рубля в копилку. Ну, вдумайтесь, это способ учета не более, и он носит внутренний характер для организации. Никаких юридических последствий для нас с вами это не влечет. Поэтому ответы, что не входи, наоборот, входи, берем только девушек, да, старше 55 лет услуги не предлагать. Ребята, замечательно, что она дура и она наглая, мне нравятся такие бабьё, но нельзя к этому относиться всерьез, объясняйте людям элементарные права, вот это знать, что баланс, это слово, которое пишется через два а с одним л и неважно для нас, не имеет никакого значения, в нашей жизни рояля никакой не играет, ну, ну, уже сколько можно, давайте мы вдвоем выдайте мне доверенность, мы пойдем к ней. Скорую помощь захочет будет. Так, вы поняли, что надо объединяться. В связи с этим, что мы столько со счетчиком, дело остается так, что когда мы решили все-таки счетчики снять, нам затопили подвал. И теперь до сих пор мы сейчас этим подвалом решаем вопрос, потому что подойти к ним невозможно. А вы что, продолжаете при этом оплачивать содержание ремонта? Нет, это не будет. Вода не слышала. Да наймите вы себе, откачайте эту воду, выставьте счет этому же жилищнику, боже мой. Вы чувствуете, как мы весело живем? Да. задаем вопросы по поводу документов, управляющая организация отвечает, предоставить ее кому-либо управляющая организация не может и не должна. Техническая документация используется в работе подразделения управляющая организация. Можете только ознакомиться. Здравствуйте. Конечно, и весь собой возьму фотоаппарат. В чем дело? Раз. А почему не могу предоставить ответ на вопрос? Я не понимаю, а вы что, приходите, вырываете из их потных, вымазанных мазутом лап? Технический паспорт? Это что такое? Где они? Нет, ну, понимаете, за каждую эту фразу надо наказывать. Но это с одной стороны, а с другой стороны, ну, вот что эти люди делают, и за что они зарплату получают? Но корни растут. да. Я вам скажу. Именно отсутствие договора управления со всеми приложениями, где в одном из приложений расписана структура платежа, не дает вам возможность самостоятельно, да, рассчитать, сколько вы им не будете платить, и как долго. но вы можете по аналогии в данном случае закона взять соседский, найти где угодно аналогичного дома и выставить эту же самую сумму. Если вас судья спросит, они не давали, я посмотрела, сколько это стоит. поэтому сейчас собираем как раз эти все документы, все ответы, все запросы. Здесь вот один из этих еще жалоб, который пишет, рассмотренные жалобы и претензии, которые в течение дней вы просите, невозможны, исходя из специфики работы нашей организации, значительного количества поступающих обращений граждан, юридических запросов, поступающих в управляющую организацию. При наличии более 30 тысяч пользователей жилых и нежилых помещений, от которых возможно поступление различного количества обращений, просто они не умеют и не могут обрабатывать, поэтому они не могут нам в течение пяти дней ответить. Вот такие вот истории мы получаем в ответах. Пусть считают с кашкой Алешей три толстяка, ага, и вообще олопнуть от жадности. Не надо 30 тысяч штук вообще доить. Скромнее надо быть. давайте это безумие. Никто не смеет так отвечать. Я первый раз встречаюсь, чтобы в Москве, чтобы кто-то посмел нам ответить. У нас так не боже упасе. И вы ко мне не пришли? Подождите. жилищник родной. О боже родной вы видели. Следующий поход был в управляющую организацию. Когда я вам говорю как раз мне нужно было заверить копии. Получается, что заверяют мне копию управ в дом, а копия верна, у меня получается жилищник. При течении обстоятельств выясняется, оказывается, что наш управдом имеет генерального директора и товарищ, который обслуживает четыре организации в одном лице. Это мы выясним тоже походу. На одной двери было написано управдом, жил сервис, жилищник и плюс еще ремспид сервис. Оказывается, один генеральный директор у нас, который имеется, он держит четыре печати, сидит на верной и вот какую схватил первую печать, то и заверил случайно документы, которые мы получаем. А когда к нам приходят, если мы слесарели кого-то, мы спрашиваем, вы с какой организации? Они говорят, вот оттуда. А оттуда откуда? Да вот я не знаю, тетя там сказала прийти в ваш дом. Вот так и вот такое у нас обслуживание нашей управляющей селена, сама веселюсь каждый день, заходя в управляющую организацию, но всегда говорю, я очень оцениваю ваши шутки, я получила с достоинством ваши документы, теперь начинаем работать серьезно, то, что вы мне дали договор управляющей компанией города Подольска, я приняла как шутку, следующий документ вы мне даете, заверный полностью и как нужно отработанный. Мы в течение месяца вам все претензии по нашему договору дадим, со всеми своими требованиями, плюс отчет, отчет, была еще отдельная картина, значит, запрашивали отчеты и планы, значит, за 2014 год, 2015 и 2016 под копирку, за 2014 год абсолютно одинаковые все планы и выполненные работ, отчеты, то же самое за следующий год, все один под копирку, все цифры одинаковые абсолютно, вот у меня лежат все 6 ответов, можете посмотреть, полюбоваться, они умеют, так сказать, нас насмешить, поэтому вот я вам говорю о чем, значит, первое, что мы освоили в нашей школе, это первое, с чего, когда мы идем в какую-то организацию, начинаем с заявления, это первое, в этом заявлении обязательно указывайте один вопрос, и чтобы вам дали один ответ, потому что у нас очень часто мы даем пять заявлений на пять вопросов, юрист отличает управляющей организации на одном, значит, бланке, на пять вопросов, совершенно не касающие друг друга, но, вот я вам зачитала уже вот эти вот ответы, которые вообще сказка, поэтому учитесь в шаге правильно задавать вопросы, что вы конкретно хотите от управляющей организации получить, начинайте с договоров, просматривайте эти договоры, то, что говорил Валентин, и, значит, прорабатывайте каждый пункт, потому что они все связаны между собой техническими значными правилами, и все это включайте, потому что каждый дом отдельно имеет свою специфику, и мы с этим столкнулись, почему я говорю об этом, потому что мы коснулись сейчас, что мы не хотим платить за содержание дома, в связи с тем, что наша организация, которую мы ее наняли, она не работает, не работает не только по документам, но она не работает по заявкам, потому что сейчас у нас единая справочная идет диспетчерская, которая выдает нам все, мы даем заявки, приходим в управляющую организацию, они якобы не слышали об этом, нам приходится писать снова заявление о том, что у нас не работает то-то, то-то, и на основании заявления в течение трех или пяти дней мы просто письменно что сделали, потому что есть нормативы, которые по обслуживанию содержания дома, где предусматривают или в течение дня, или в течение суток, или в течение семи дней, да, поэтому, значит, вот я вас, вам всем рекомендую, вновь приходящем нашу школу, который, да, мы уже вроде считаем себя опытом, но чуть-чуть, но вот вы видите, да, с этими документами работать и работать приходится, и плюс, значит, к тому, что вот, если мы правильно задаем вопросы и они не отвечают, придется, конечно, повторять наши вопросы, еще раз давать заявление, потому что еще проблема такая у управляющих организаций, они не фиксируют наше заявление, с этим мы сталкиваемся постоянно, потому что требуем у секретаря, она дает штампик только о входящем номере, но дальнейшее, значит, дело наше письмо, что кто с ним работает, они не фиксируют, поэтому первое, с чего начинаете, указывайте в письме, за какой срок вы хотите получить ответ, а это там 3, 5, 1 или 10, там зависимо от документации, второе, значит, обязательно у секретаря подходите и спрашивайте, кто исполнитель, просите обязательно, чтобы исполнитель обязательно писал, потому что у нас ни на одном заявлении нет, на одном ответе нет, кто исполнитель, спрашивать неского получается, и нет у нас дальнейшего происхождения, они не фиксируют, где, значит, и когда отправлено, не отправляют письма, письма абсолютно, поэтому мы все требуем только на руке. Я не знаю, честно, мы как ни в одном городе живем, вот передо мной есть исполнитель, при чем тут отвечает исполнитель, исполнитель никто, и звать его никак, отвечает должностное лицо организации, точка, первое, второе, что это к ним ходить, книга, вот это номер один, фиксации, должна быть вам по первому требованию заявлена, вы сидите, вы приходите, у вас другую печать ставит другая организация, немедленно вызывайте полицию, немедленно заявляйте, что здесь здание захвачено неизвестными лицами, да, вы не, вы все, поймите, если вы будете трусить, вы их к ногтю не, это же обычная манера, мы отучили мгновенно, да, только вот перед ними пять печатей разных организаций, они ответить не могут, говорите, вы по 0,2, отказываются, заперлись в разных комнатах, отказываются говорить, что это ГБУ жилищик или там что-то, прошу выслать наряд, и все, вы зря улыбаетесь, потому что это только от потрясающей безнаказанности может быть, и никакого у вас сложного вызова не будет, вы на самом деле пришли, у меня в голове не укладывается, вы есть единое, так, пожалуйста, есть единая диспетчерская служба, если вам не перезвонили до конца дня, утром вы в нее опять звоните и говорите, по заказу такому-то действий никаких не совершено, и новую мою заявку оформляете, и старую я проверю, без премии они остаются, какие к ним походы, какие письма и повторные заявки, эту единую диспетчерскую службу в Москве завели для того, чтобы хоть как-то держать их в руках, поэтому туда вы сообщаете. Так, ну кто-то разговаривает бесконечно. В связи с тем, что у нас ряд документов мы не получили, и вот такая каша получается, мы решили с жителями делать построчные расчеты в ЕПД, отдельно оплачивать каждый вид услуги, горячая вода – отдельные квитанции, холодная вода – отдельные квитанции, отопление – отдельные квитанции, туда мы не включаем содержание, мы все оплачиваем то, что нужно, необходимое, которое есть, и расчеты, все пишем на квитанции, а содержание до тех пор, пока не наведем порядок, содержание, вот то, что входит у нас в квитанцию, мы решили, значит, в общем, собранием не оплачивать. Поэтому я вам советую, и в связи с этим, потому что у нас приходили долговые тогда квитанции, и что у нас получается, то, что если там запирающее устройство, антенны, которые мы исключили, они разбрасывают по всем, значит, в отоплении, в содержании, куда угодно, только не в ту графу, а графа радио, точка, антенны запирающие устройства в долговом КВПД, остаются свободными, пустыми. Значит, делайте вывод, что они не должны быть, поэтому мы вот эти исключаем, в связи с тем, чтобы если какие-то возникают вопросы, все оплаты производим отдельно, построчно. У нас есть возможность, если нам предъявляют затопление, как они нам в долговой включают, мы показываем документы о том, что у нас все оплачено, к нам претензий нет. И мы все из-за этого выиграли, как раз вот такие вот были походы в суды, которые мы отстояли, в связи с этим показывая, что по этим видам услуг у нас все проплачено. Так что вам советую держаться, писать, учиться, в первую очередь в нашем шаге, потому что это опыт огромный, вы становитесь серьезными, сильными, получаете знания, и эти знания, вы становитесь просто сами по себе увереннее в себе, что вы правы, вы нанимаете этих людей на работу, вот и первое, что им говорите об этом, что зарплата от меня идет, и будьте любезны, все документы предоставляйте. Спасибо вам большое за внимание. У меня несколько вопросов. Любовь, вы их предупредили, что не будете оплачивать содержание ремонта? Приостановили? Да, все, все. Я совершенно хладнокровно оплачиваю, сколько считала времени нужным, и не пускаясь в объяснение, хотя это, наверное, неверно, но 354-е постановление требует от них, чтобы в случае, если вы предупредили, что что-то не оплачиваете, нельзя разбрасывать по другим позициям. Ну, вот этот разброс, он существует в силу того, что никто не протестовал. Вот это правило, это внесено, а жители и мы, люди, мы, платильщики, не написали ни в Минстрой, ни в правительство, что это безобразие, и что это нарушает принципы гражданского кодекса и жилищного. Вот отсутствие протеста приводит вот к таким, потом 4 раза платить 4 платежки, вы по какой форме платите? Ну, как вы говорите, вот я поэтому плачу, каким образом? Ну, я плачу построчно, как? Значит, квитанция одна, просто квитанции вот эти мы прилагаем к единоплатежному документу, мы разбиваем вот эти суммы в единый платежный документ. И в них вот эти все строчки. Да, понятно. Там слева написано, сколько вы считаете, как вы это оплатите? Как вы это оплатите? Как вы это оплатите? Организация у нас, например, получает эти платежки и разрешает оплачивать вот таким образом, потому что Сбербанк, они стараются брать одну единую сумму и отказывают нам. Мы платим через связь. Связь называется организация, связь, которая принимает в любом виде, сколько ты захочешь заплатить. Там они пишут, пишут горячая вода там и пишут столько-то, столько-то. В самой квитанции идет вид услуги, которые оплачиваем. Холодные ванны они также прописывают и пишут сумму, поэтому там по этим квитанциям все конкретно понятно. Поэтому у нас это устраивает, это удобно. И еще пожелание к вам. Мы узнали, что у нас организация, оказывается, объединилась, и у нас столько домов, получается, в управлении одной организации. Мы стали знакомиться с людьми с соседних домов и организовали не совет подъездов, не совет дома, а совет домов. Мы в районе теперь с людьми стали общаться, приходим в гости, собираемся где-то в кафе и обсуждаем по домам именно та, которая управляющая организация, писана в их неплатежном документе. Мы проговариваем все вопросы, которые у них касаются, какие мы задаем, показываем документы и заявления, которые мы задали вопросы. Те же самые вопросы задают те же дома, и получается, что работать им приходится, вот как раз, как они пишут, 30 тысяч народа им приходится отвечать. Мы сделали вот такой образ. Сейчас у нас 10 домов, которые все одновременно задают одни и те же вопросы, одни и те же ответы получают, а мы еще, в общем, мы заставили работать управляющую организацию, на что они нам говорят, что вам нужно сделать в доме. Мы готовы сделать все. За этот период мы, значит, поменяли двери уличные, которые выходят на балконы общего пользования. Нам, значит, сделали краб освещения на доме. Это все сделали в течение месяца. Далее мы требовали, чтобы нам сделали освещение на улице, которое от метро. Нам поставили 6, значит, столбов и до нашего подъезда довели свет. Сказали остальные, кто будет жаловаться, получат отдельно. До нашего подъезда освещение есть. Сделали нам ступеньки, которые мы просили, они вообще у нас там были в разобном, видели, сделали крышу. Это все вот буквально в течение месяца. Потому что мы задолбали этими документами. И они сказали, мы готовы в течение нескольких дней сделать вам то, что вам нужно в первую очередь. Но не требуйте документов. Любовь, спасибо. Я тебе хотел сказать по договорам. Сейчас вот то, что вы уже сделали, у меня сейчас только в районе человека, только пытаемся делать. Надеюсь, что все получится. Хотя тут уже сегодня, вчера была первая встреча, и был уже первый эксцесс. Все отслеживается, я имею в виду. Придется нам где-то в кафушках встречаться, так будто, а не в библиотеках. Значит, он уже и стулался, но ничего страшного нет, и все нормально, не бойся. Да, слава Богу. Значит, я о чем хочу сказать? Вот по поводу договора ты говоришь. Мне тот же договор вот этот не давали долго. Сейчас дали полностью. Все. И самое главное, с протоколом, со всеми приложениями. Сначала по частям все давали. Что было результатом? Почему дали? Я обратился к депутату Московской городской думы. Значит, он был в романуцпании депутата Кузьминов. Слушайте, Кузьминов. Как это ни странно звучит. Значит, долго это делали, не раз там. Сейчас они пошли, сегодня все были определены, что они пошли назад. Все, видно. Считаю, что хватит. Получили. Значит, что в этом договоре были? Значит, мне даже было. Все с печатины, разборгировано, все приложения. Что я увидел? И протокол установлен. Протокол липной. Сразу говорю. Человек, который один подписывал, я прихожу, вот подпись твоя, если живу 76-го года. Да нет, это не моя, я не подписываю. Это второе. Первое. И самое главное, даже не подпись. А приложения все незаполненные практически. Это самое главное на самом деле. Вот о чем говорит Татьяна Росина. Это говорит о том, что его договора нет. И еще один момент был очень важный. Там в 16-м году, когда уже она, директор знала прекрасно, что договор идет, она добавила еще, я даже не читал, не стал читать. Это тоже добавление, там стоит подпись ее, жителей никого, и отгуиса там кого-то еще. И все. Знаешь, что творится? Все, что угодно добавляет, я смотрю, ну, это вообще запредельно. Вот именно после этого, когда они поняли, что я все знаю, они мне дали, о чем это Татьяна Росина, акты, сметы, наряды, договора. И у нас тоже пронумерованные все, нас на их ходе подписал. Вот действуйте вот таким образом. Правда, вас это не спасет. Вы это все посчитаете, а не скажут, это у вас все неправильно. Готовьтесь к этому. У меня это уже все есть. Миллион 336 за один год. Напоминаю вам, что Верховный суд страны разъяснил судьям, что при рассмотрении дела о взыскании долгов за капитальный ремонт первым блоком рассмотрения суда должно быть а, наличие договора управления, заключенного собственником, наличие договора протокола и решений собственников каждого о выборе данной управляющей организации в качестве своей управляйки. И третье, что-то забыла, посмотрите. Без этого рекомендует Верховный суд. Не рассматриваются никакие претензии. Нет доказательств, что я тебя выбрал, протокол собрания. Нет доказательств, что мы заключили договор, то есть в котором приложения, вот эти оказаны, да, и первичные документы по производству работы. То есть, что именно эта подрядная организация исполнила именно для этой управляющей организации, именно в этом доме, в эту дату, с помощью таких-то материалов, присутствия таких-то работников были открыты, а потом закрыты акты работы. Без этого не рассматриваются никакие претензии. И на это восстановление Верховного суда надо ссылаться. А что, братцы? Ага. Давайте искать. Точно так же, как дайте нам образцы документов. В школе, говорят, учили. В мое время учили даже конверты надписывать. Да. Это ведь не заявление сложнейшее по арбитражным производствам на 180 страницах. Это на страницу один вопрос. И то дайте нам образец. Да, вот вопрос. Не идет под запись, ну. Вот сейчас говорили, что есть отдельные расчетные счета ресурсников, по которым вы платите. Если эти есть расчетные счета, может, вы платите? Значит, нет никаких расчетных счетов ресурсников в школе активного горожанина. И более того, вы как все это представляете вместе с девушкой Серовой? Вы перешлете им 1140 рублей за свой проклятый гигакалорий, а у них нет счета, на который это поступит. Потому что счета ведутся по договорам, а договора не с вами. Договор здесь выясняется еще через кого-то, да, вот так. Расчленить и оплатить ресурсникам – это разные вещи. Ну как, у вас же в строчке написано? Пишите все туда же, направляете, к сожалению, все на тот же транзитный счет банка ВТБ, а он сам знает, куда послать. Нет таких. Еще, господа, бухгалтерия гораздо сложнее, чем вы себе представляете. Нельзя просто, это будут называться забалансовые считать, забалансовые деньги. Ваши деньги, они вас не знают, у них нет с вами отношений, и они придут. Раньше железным правилом был возврат Тары. Ты послал, тебе вернули. Сейчас это не делается. Обсуждать, почему они отказываются. И эти деньги повисают у них гигантскими мешками золота слева и справа от их прекрасных бедер. И там лежат. А так как общий объем всегда весь в работе, то ваши деньги вы им, а, по закону не заплатили, и, б, незаплаченные деньги работают на них. О! Так что простых здесь нет выходов. Во-первых, я не отделяю. Начнем. В порядке, да. К сведению, значит, с 1 января 2018 года, значит, предписано правительством Москвы, что все управляющие организации, все, значит, будут предъявлять все свои тарифы в единое, значит, платежное, то, что у нас ЕРЦ была, сейчас городская. Так что имейте в виду, все расчеты, которые выставляют нам управляющие организации в платежный документ на оплату, теперь будет фиксироваться центральный, значит, единый платежный, вот то, что ЕРЦ. Поэтому вот сейчас первое, что надо сделать, вам запросить все вот эти тарифы в письменном виде, чтобы они вам ответили, какие тарифы есть, потому что у вас потом... Сейчас, одну нючку. Я о другом, я говорю о другом. Да, 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 за книги темы. Это отдельная тема. Давайте, да. Будет первая, января 2018 года, не будет. Это будет, наш мэр меняет, уже полдня вы прекрасно это знаете, свои эти самые установки. Давайте не будем. Причем тут это? Извините, пожалуйста, Любовь, одну секунду вам скажут. Наверное, Любовь и молодец следующий. Действительно, появилось объявление. Да. Хорошо. Ну, вы, Любовь, честное слово, уважаемые господа, я хочу вам пояснить. Мы собрались сегодня обменяться опытом, а не рассказать о том, что придумает московское правительство в ближайшую пятилетку. Тем более так, как вы рассказываете, никого не хочу обидеть. Ну, да, это понять, вот я, например, ничего из половины того, что вы сказали, не поняла. Но из уважения к вам, я не задаю здесь ни одного вопроса. У нас вообще тут молчат, простите, конечно. А оставляю вам время за чаем для общения и пояснений друг другу, что вы хотели сказать. Спасибо всем большое. И, Марина Петровна, вот, отдаем микрофон. Так, друзья, тут еще вот были вопросы, но мы сейчас их не будем, как бы, разбирать. Коллеги, которые слушают по интернету, извините нас, пожалуйста, завтра я этот чат просмотрю, какое-что. Татьяне очень передам. Правда, вот последний вопрос по теме, который только... Мы ссылаемся на это постановление Верховного Суда, а суд благополучно принимает за договор некий документ, заключенный между двумя юрлицами и управляющими компаниями о передаче непоименованного в договоре жилищного фонда в управление. Значит, отвечаю. Я вам еще не то могу сказать. У нас человек избит, и он фамилия, имя, отчество, а в протоколе написано, неизвестная гражданка, распивая спиртные напитки в неустановленном месте, совершила неустановленное деяние, за которое была приведена, куда? В ОВД. А суд игнорирует. Ну, а мы с вами где живем? Если мы не будем судам напоминать о наличии обязательных для них установлений, и для этого не... И не будем в дальнейшем обжаловать их беззаконие, то что это будет? В школе так не поступают. Им не надо мне писать про то, как ужасно и как все неправильно. Вот город Златоуст не отоварен большим количеством правозащитников, однако дал по мордам суровым челябинским парням, которые навесили на них миллионы. Значит, можно? Вот, на этой оптимистической ноте мы идем пить чай. Так, друзья, значит, сегодня я хочу просто как бы сказать предысторию. Вы обратили внимание, наверное, на то, что были презентации у наших выступающих. Мы сейчас как бы переходим в новый формат, и весь опыт будем оформлять в виде презентации, вывешивать и рассылать. Поэтому то, что вы скачали, это сырое. Я надеюсь, с нашими сегодняшними двумя активистами мы еще поработаем и сделаем нормальные презентации. Поэтому, пожалуйста, смотрите, следите, и все-таки где-то через две недели вы получите наши доделанные продукты. Кроме того, сегодня, вот я обращаю ваше внимание тех, кто первый раз пришел. Значит, звучали почти все лекции Татьяны Иосифовны. Хочу обратить внимание на договоры управления. В этом сезоне их не было, поэтому у нас на Ютьюбе они есть, и они есть в 2015-2016 год. Плейлист такой находите и смотрите. Может быть, я надеюсь, к августу мы сделаем дорожную карту по нашим лекциям. То есть вот берется проблема, и сразу мы отсылаем на лекции, где их можно искать, по конкретным вещам. То есть мы будем тоже переделываться в зависимости от требований жизни. Все, спасибо большое. Мы заканчиваем трансляцию, и всего вам доброго. Пишите, пожалуйста, звоните, если что-то надо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.